Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, 20 сентября. И в эфире программа «Зеленая лампа». Программа для тех, кому нужна наша помощь. А тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. То есть для нас с вами. И ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наш гость включает с нами вместе «Зеленую лампу». Сегодня актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Никита Осипов. Добрый день, Никита. Здравствуйте. А помогаем мы сегодня двухлетнему малышу по имени Давид. Давид Загородний. Он с мамой и папой живет. В сало спился. И ему нужна помощь, чтобы оплатить лечение в питерской клинике «Доктрина». У малыша буквально недавно, в августе, был поставлен диагноз «Аутизм». В августе ему дали инвалидность. И мальчику очень нужна диагностика и лечение в центре медицинском, где занимаются подобными проблемами, очень успешно. Стоимость лечения дорогая. Это 5900 евро. И очень нужна помощь. Телефон «Зеленой лампы» 93006384. Напоминаем, евро 42 цента за звоночек. Очень благодарны родители за каждый ваш звонок. Родители совсем юные ребята, молодые. Конечно, им такую сумму не осилить, потому что государство для деток-аутистов оплачивает минимальный мизер каких-то специалистов и реабилитации, а нужно очень много. И в среднем одна консультация или один сеанс у специалистов – это около 30 евро. И вот ребята стараются все это оплачивать сами. И физиотерапевт, и логопед, и массаж, и различные консультации и терапии. А вот эту сумму – практически 6000 евро на то, чтобы провести комплексную диагностику на высокочувствительной аппаратуре и понять. То есть вот мамочка, ей недавно исполнилось 25 лет, и вот у нее на руках оказался этот малыш-инвалид. И она, конечно, просто пребывает в шоке. Она все время плачет. Пока мы были у них в гостях, вот она у нас разрыдалась просто несколько раз. И для того, чтобы получить как путевой лист, для того, что делать с этим ребенком, в чем причина, нужно провести детально тщательную диагностику мозга. И такая аппаратура, такие специалисты, такие методики есть вот в этом неврологическом центре доктрина. И мы просим вашей помощи. Наш телефон, напоминаем, 9-3-0-6-3-8-4. Вот если сейчас вы слышите этот номер, сделайте звонок, и пускай у вас будет сегодня хороший день. Да, хороший день. А в гостях у нас Никита Осипов. Очень многие его поклонницы прям обрадовались уже вчера, когда мы анонс поставили. И мы очень рады, потому что Никита наш друг. Большой друг зеленой лампы, и мы давно очень хорошо его знаем. А познакомились мы еще, когда Никита был студентом, на благотворительном концерте, где участвовали выпускники и студенты творческих вузов. И, наверное, не было у нас такой благотворительной акции, где бы не участвовал Никита. Причем даже если ему не позвонить, он сам позвонит и скажет, я хочу помогать. Были у нас вечера музыкально-поэтические, где он и читал, и пел. И приоткроем секрет, вернее, это не секрет, мы обещали сюрприз. И у Никиты прекрасный голос и очень хороший репертуар. И если у нас хватит времени, получится, то он обещал нам что-то спеть. Вот это будет для вас сюрприз. Никит, ты должен был прийти с Наташей, с твоей коллегой, да? Да, с Наташей Смирновой. Наташа не смогла сегодня. Да, у нее сегодня у сыночка 4 года, день рождения, поэтому она немножечко в этих всех подготовлениях. В хлопотах. Да, в хлопотах. Актриса риска русская. Да, конечно, конечно, моя коллега. Надеемся, что она придет тоже еще к нам, и она у нас была уже в гостях. У нее на страничке прочитали такую фразу, что каждое утро, когда ты просыпаешься, ты как одежду выбираешь, так должен выбирать себе настроение. Вот какое я выбрал, так день и пойдет. Ты какое сегодня выбрал? Ну, у меня сегодня было хорошее настроение изначально. Я вот с вчерашнего вечера уже готовился сюда прийти, потому что всегда хочется аккумулировать энергию и делать добрые дела. И вот я обращаюсь ко всем, пожалуйста, звоните, пока у вас есть эта возможность, пока мы в эфире. Звонок стоит не так много, всего 1 евро 42 цента. Это действительно, если мы все по этому одному разочку позвоним, то мы обязательно поможем этому ребенку. Никита, а вот мы знаем тебя уже несколько лет, и вот не перестаем обсуждать, что ты очень добрый, очень открытый, светлый, отзывчивый человек. Вот как ты объяснишь, как родителям удалось тебя так воспитать, то есть как они тебя воспитывали? То есть с этим надо родиться или это воспитание? Очень хороший вопрос. У меня нет такого прям четкого ответа. Размышляем. Да, давайте поразмышляем. Ну, мне кажется, что все-таки наверняка это воспитание, потому что я жил в такой, ну, в обычной семье среднего достатка, и просто когда у тебя все есть и есть возможность еще кому-то помочь каким-то образом, то как-то это в семье было принято, да, помогать. Это очень важно, конечно. Ну, давай перейдем тогда к творческим вопросам, потому что многие очень с нетерпением ждут о том, что ты расскажешь о следующем сезоне. Вот ты в театре 4 сезона уже в нашем. Это будет пятый. Пятый сезон. Сентября пятый сезон. А у театра 140-й. Да. Да? Вот расскажи, пожалуйста, как ты на себе вот лично ощущаешь вот эту вот магию театра, этих стен, где большие артисты очень известные и гениальные служили, да, в свое время? И как-то атмосфера юбилейного года, она уже началась, она ощущается у вас? Мы настолько погружены в процесс. Мы сейчас репетируем новый спектакль, музыкальный спектакль, можно сказать, концерт по песням Цоя. Мы уже начали готовиться к нему с конца июля. Поэтому мы действительно очень-очень погружены в этот процесс. Нас там большое количество артистов, 12 человек. Постоянно репетируем, живая музыка, музыканты будут. У каждого артиста будет своя сольная песня, какое-то свое музыкальное высказывание. Будут общие песни. И мы готовимся так к масштабному такому открытию. Но, кстати, открытие будет этого концерта, он будет проходить на Ханзаспероне, не в театре. Мы тоже, интересно, новые площадки осваиваем. А режиссер Роман Смирнов. Да, все верно. И вот мы читали, что 15 августа, в день гибели Виктора Цоя, вы вместе с режиссером, все, кто участвует в спектакле, поехали туда на место гибели Цоя. Какие у тебя ощущения были? Ты был там раньше? И только, я, честно говоря, проезжал мимо, но как-то особо там специально не останавливался. Но меня очень поразило это само событие, что мы туда приехали. И мне казалось, что никого не будет как-то дата и дата. А оказалось, там были такие настоящие фанаты. Полуничество. Да, действительно, там были палатки. Там люди приезжали, машины были из Англии, из Эстонии, из Литвы. Там было около 50 человек. Там есть монумент. И в какой-то момент все собрались, перекрыли дорогу, выстроились в огромный круг. В центр вышел какой-то мужчина, начал играть на гитаре, и все запели песню Виктора Цоя. И это была такая аккумуляция энергии. И да, это что-то было удивительное. А как ты себе объясняешь, почему именно сейчас? Ну, Цоя всегда был популярен, у него всегда фанаты потрясающие, да? Которые вообще очень критически относятся к любым попыткам перепеть Цоя. А сейчас вот просто какой-то взлет его музыки. Везде многие поют, многие что-то... Вот вы спектакль делаете. Почему именно сейчас? Что его песня значит? Ну, кстати, я хочу сказать, что этот спектакль начали готовить еще год назад. Потому что там договаривались по поводу прав. И Роман, он же знал Цоя, они дружили, они были в общей тусовке, они общались вместе. Да, то есть настолько там тесные связи. То есть у него, как мы делаем этот концерт, у него камертон сам Цой. То есть он знает, куда идти, куда не идти, как менять песню, не менять. Вот такой настолько четкая линия. Он чувствует Цоя и знает, ну, как это должно быть. А по содержанию, по сути его песен, почему они сейчас так, можно сказать, в топе? Юбилейный год. Да, юбилейный год. Это связано с юбилейным годом, с массой юбилейных мероприятий, проектов, издательских проектов, концертных проектов. Ну, мне кажется, еще такая вот честность и искренность его песен сейчас востребована очень. Никита, то есть ты сказал, что там участвует очень много артистов, а образ Цоя, его кто-то воплощает или это какой-то собирательный образ? Нет, 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 это абсолютно роман хотел, чтобы мы были такими, какие мы есть. Он смотрел наши спектакли, он уже примерно представлял, что мы из себя представляем. Он подобрал каждому какую-то песню или кто-то свою предлагал песню. И мы, ну, это как дань памяти, но не будет кто-то изображать Цоя или делать наблюдение, нет. Но он сквозь весь спектакль будет присутствовать. Ну, мы желаем, чтобы вот люди, которые считают себя поклонниками и фанатами, вот те, которые приехали и из Англии, и из Литвы, и из Эстонии, чтобы они приехали посмотреть ваш спектакль, чтобы спектакль нашел отклик, получился и был популярен. Это будет действительно очень интересная работа, и я всех приглашаю на Ханзасперон 27 октября. А какая песня твоя? Я буду исполнять песню «Я посадил дерево». Очень такая лирическая песня. А вот ты выбирал или режиссер тебе предложил? Нет, вот в моем случае у нас было задание прошлым летом. Роман просил прислать несколько песен, какие я хотел бы исполнять. А эту песню он предложил мне сам. Но она настолько со мной совпала, что у меня не было никаких противоречий, и я согласился, я сказал, что да-да-да, это моя песня. То есть он меня почувствовал. А женщины-актрисы тоже участвуют? Да, да, у нас будет Кать Фролова, Татьяна Лукашенкова, Ника Плотникова, Ольга Никулина. То есть и как бы женский взгляд на песницу тоже будет? Да, будет присутствовать, да, и очень интересные интерпретации песен будут. Ну вот смотри, там такие слова в этой песне «Я посадил дерево», «Я знаю, моё дерево не прошивёт и недели». «Я знаю, моё дерево в этом городе обречено, но я всё своё время провожу с ним». То есть несмотря ни на что, делай то, что ты должен делать. Как ты эти слова для себя как-то чувствуешь? Ну я скажу так, что эта песня, она у меня как посвящение одному человеку. Не буду уж раскрывать подробности, но просто это моя уж такая внутренняя кухня. И она очень так у меня откликается. То есть тебя зацепило себе. Да, да, да. Ну желаем вам удачи и прям кулаки держим. 27 сентября. Октября. Октября. У нас ещё целый месяц. Ещё распоётесь. Да, да, да. 27 октября. Запишите себе, дорогие радиослушатели, мы вам напоминаем, что эта программа «Зелёная лампа» и что телефон помощи маленькому двухлетнему Давиду Загороднему из Сауспилса 9306384. А в гостях у нас Никита Осипов, актёр Рижского русского театра имени Михаила Чехова. И напоминаем, что перечислить любое пожертвование можно на официальный счёт благотворительного фонда «БиОупен». Счёт открыт специально для маленького Давида. И если вы зайдёте на сайт mixnews.lv в рубрику «Зелёная лампа», там публикация, подробная история семьи, фотографии малыша с мамой. И расписана вся их ситуация. Вы прочитайте, наверняка вам захочется помочь. И там такие фоточки, что сердце помочь. Помочь, и вы захотите откликнуться. И там даны банковские реквизиты для перечисления помощи. Никакие проценты или отчисления не удерживаются в фонде «БиОупен». Вся сумма пойдёт напрямую на оплату клиники, на счёт, который выставит клиника. И для мамы это, конечно, будет просто как свет в конце туннеля. Зелёный свет, свет надежды. Потому что получается, что когда-то непонятно, в чём причина беды, что случилось с ребёнком, почему вдруг произошёл такой откат. Был нормальный ребёнок, и вдруг он перестал разговаривать. Он перестал узнавать маму, он перестал на неё смотреть, перестал откликаться. Стал вести себя очень странно. И пока малыш маленький, то диагностика мозга может показать, в чём проблема, какие участки мозга, ответственные за эти нарушения, они будут выявлены. И будет, как путевой лист, дадут и скажут, надо делать так, 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 так. И в течение какого-то периода времени мы сможем откорректировать, вытащить ребёнка, дать ему какой-то шанс. А здесь, к сожалению, у нас нет такой высокоточной, этой суперсовременной аппаратуры, нет методик этой диагностики. И поэтому мама просто ходит по этим терапиям, как по кругу, пони бегает по кругу. И для этой мамы это огромный-огромный шанс. Да, и для нас тоже шанс, нам опять дан шанс поучаствовать в чьей-то судьбе, в данном случае одного маленького, очень маленького человека, двухлетнего, и его родителей, и всех, кто окружает нас. Да, дорогие радиослушатели, пожалуйста, пока у вас есть возможность, у нас идет этот эфир, давайте по одному звоночку действительно позвоним, всего 1 евро 42 цента. 9-3-0-6-3-8-4. Звоните. Никит, а давай поговорим про Айболита. Давайте. Это спектакль, да, напоминаю, что это спектакль. Это наш хит с прошлого сезона. Хит. Никита сразу золопался. Да, смеется, он просто смеется. Спросили про Айболита, он сразу расплылся в улыбке и смеется. А Наташа Смирнова, твоя партнерша и коллега, с которой вы вместе там играете, она вообще написала, что это спектакль, от которого поет душа. И мы живем, играем, светимся, получаем радость и счастье. Вот она про Айболита так написала. Да, это так и есть. Видите, у меня его действительно. И ты, да. Смирнова и я, мы, что мы там только не делаем. На голове стоим, на контрабасе играем, танцуем, поем, интерактив с детьми. Мы дарим такие положительные эмоции детям. Ну и, конечно, они нам отдают, потому что, ну нет, просто отзывчивее зрителя, чем дети. И каждый спектакль, он уникален тем, что ты никогда не знаешь реакцию ребенка. То есть там у нас есть общение, прямое общение с детьми. И там, ну, столько раз мы иногда и раскалывались, потому что дети что-то такое скажут, вообще абсолютно неожиданное. И, ну, и вообще у нас такая большая миссия в этом спектакле. Ведь как важно, чтобы пришел маленький человек в театр, и чтобы его зацепило, чтобы ему понравилось, чтобы он не испугался, а там артисты что-то играют непонятное. А вот расскажи, кого вы играете. Да, мы там, значит, в этом спектакле, мы трое медицинских студентов по задумке режиссера. Все в тему. Да, и мы, значит, артисты, зрители уже сидят в этом помещении на камерной сцене, мы заходим в дверь, и мы не понимаем, что происходит. То есть мы сразу с ними задаем такую игровую форму в том, что мы действительно… Интерактив, как раз. Да, интерактив, что происходит, где мы оказались, что происходит. Дети нам говорят, что мы пришли на сказку, и нам ничего не остается, как разыгрывать эту сказку. Но самая интересная задумка режиссера в том, что Айболит, конечно, все ожидают, что это будет человек, кто-то будет его играть, но у нас это маленькая мягкая игрушка. Тем самым режиссер дает возможность ребенку посмотреть этот спектакль, прийти домой, взять свою любимую игрушку и назвать ее Айболитом. Прекрасно. Да. Ну, то есть нет там доктора в очках, в шаточке. Нет, нет, нет. У нас есть вот мягкая игрушка, которая лечит больных животных в Африке. И мы разыгрываем этих всех животных, они у нас разговаривают разными голосами. Каких животных разыгрывать тебе поручили? Так, у меня, значит, страус, кузнечик. Кто же меня... Вообще я отвечаю за Айболита, то есть Айболит разговаривает моим голосом, то есть это основное. Ну, то есть у тебя практически главная роль. Да, ну давайте так скажем. Главная роль. Ну, мы все, мы постоянно на сцене, все 50 минут, мы потом выжатые, как лимон, потому что мы просто отдаем себя максимально в этом спектакле. Так, кто же у меня еще? А, бегемот, конечно же. У тебя диапазон от кузнечика до бегемота. Да, да. Через страус. Да, да, да. Видишь, какой ты талантливый, Никита. А скажи, а там поешь что-то, нет? Да, мы пойдем там. Поете? У нас есть песенки там, конечно. Я играю на контрабасе, вот я сказал. Да, аккомпанирую ребятам. Слушай, ну давай, раз уж о музыке зашло, мы обещали, что ты споешь в эфире. Мы сейчас попробуем все это сделать, как будет со звуком, не знаем, экспромтом, да. Потому что у меня, дорогие зрители, у меня минусовка, я хотел бы спеть песню о любви. Песня называется «Как много девушек хороших». Как много девушек хороших, Как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, Унося покой и сон. Когда влюблен, Любовь нечаянно нагрянет, Когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет Удивительно хорош, и ты поешь. В сердце, тебе не хочется покоя, В сердце, как хорошо на свете жить. В сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Лай-ла-ла-лай, ла-ла-лай-ла, Лай-ла-лай-ла, ла-ла-лай-ла, ла-ла-ла-ла. Любовь нечаянно нагрянет, Когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет Удивительно хорош, и ты поешь. В сердце, тебе не хочется покоя. В сердце, как хорошо на свете жить. В сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо, абсолютно экспромт. Не знал, как будет там по звуку, но я посылал все самые позитивные эмоции зрителям. Пожалуйста, отвечайте тем же. Давайте позвоним на этот замечательный номер и подарим 1 евро 42 цента на помощь замечательному нашему мальчику. А номер такой 9-3-0-6-3-8-4. Спасибо всем, кто может откликнуться. Спасибо тебе, Никита. Прямо бальзам на сердце получился. Давай еще про премьеру расскажи нам, пожалуйста, которую вы готовите. Мы вот за кадром, за пределами студии говорили уже. Это очень интересно. И тоже сразу Никита начинает смеяться. Да, потому что тем же составом мы настолько замечательно сработали с ребятами. На самом деле, для меня очень важна в спектакле атмосфера. Если она дружеская, если мы доверяем друг другу и работаем сообща, то спектакль получается, мне кажется, наилучшим образом. То есть у вас такое трио. Да, трио. Вы спелись. Да, мы спелись. Мы действительно спелись. Да, три друга на Айболите. И теперь это трио превращается. Да, трио превращается. Легким движением руки. В продолжение. Расскажу секрет. Мы хотели делать вторую часть, Айболит 2, потому что нас после премьеры спрашивали, а где же Бармалей? А вот да. Да. Но так случилось, что не получилось договориться с правами, но не тут-то было, мы не сдались. Мы придумали новый спектакль, который называется «Три поросенка» и «Волк». Тем же составом, плюс у нас будет добавиться еще один новый артист нашего театра, Константин Никулин. Вместо Бармалея будет «Волк». Да, все верно. Зрители просили отрицательного героя. Получайте. Да, 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 получайте. Да, будет та же режиссер Павла Плявница. Мы уже приступили к репетициям. 4 ноября у нас будет премьера. Мы там будем вообще замечательные. Может быть, это абсолютно что-то другое. Мы будем худосочными поросятами. Изящные поросята будете, да? Да, да, да. Ну ладно, нет, конечно. Мы будем пухленькие-пухленькие. А какие имена у поросят будут? Ну, я не знаю, можно ли раскрывать. Интрига. Ну, то, что не из них. Не миф-нуф-нуф-наф-наф. А будут полноценные имена, потому что мы будем рассказывать их историю. Ну, вот это очень интересно. То есть это будет человеческая история у каждого поросёнка. Да, да, да. То есть мы их оживляем, у них будет у каждого своя какая-то... Жизненная драма. Да, да, жизненная... Ну, не скажу, что драма, они, конечно, такие поросята. То есть и взрослым тоже будет интересно. Да, и вот в Айболите тоже, кстати, поскольку мы сами это всё придумывали. Там был, конечно, текст Чуковского, но между текстами мы всё равно вставляли какие-то этюды, делали. И там есть, конечно, шутки для взрослых и для детей. То есть что-то считывают взрослые, что-то считывают дети. В поросятах тоже так будет, да. Успеха, удачи. И педагоги, и психологи настаивают на том, что родители вместе с детьми должны ходить на театральные представления и вместе с ними эмоционально переживать то, что происходит на сцене. И что это очень укрепляет отношения детей и родителей, именно такой эмоциональный фон. Поэтому, дорогие радиослушатели, у кого есть дети, внуки, обратите внимание на вот эти новые детские спектакли в репертуаре театра и приходите вместе с детьми. И давай ещё немножко так тоже приоткроем в ближайших планах ещё новый спектакль, в котором Иван Стрельцов задействует. Расскажи, да, чтобы уже готовились все. Новый сезон открывается 1 октября монопостановкой нашего молодого артиста. Он сам делал инсценировку по мемуарам Вертинского. И называется будет спектакль «Путь Вертинского». Там будет пианист Эволд, фамилию не помню, Иван, потом пригласите Ивана, он уточнит. И Иван будет рассказывать нам вот жизненный ход Вертинского, исполнять его песни. Я был на репетициях, это будет очень хороший пронзительный спектакль. 1 октября, 2 октября. Так что, зрители, приглашаю вас. А это была идея самого Ивана? Да, всё верно. То есть он молодой артист, заинтересовался творчеством Вертинского и захотел его сделать? Да, он в нашем театре, по-моему, третий сезон. Когда-то он работал в Минске, он сам из Голоруссии. Ну, кстати, третий сезон – это практически ничего, потому что два года из этого сезона был ковид. Всё верно, да. И у вас только сейчас открывается такой… Да, мы… Будем надеяться, все очень на это надеются, что будет нормальный сезон. Никита, ну у тебя помимо театра ещё масса, твои таланты раскрываются ещё и в других местах. Вот ты преподаёшь в театральной студии, ты озвучиваешь мультфильмы. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Да, с детьми я уже занимаюсь 3-4 года в различных студиях актёрским мастерством. Потому что есть потребность у детей вообще не уметь общаться. Сейчас все дети в гаджетах. Да, и это умение… Особенно у родителей. Ну да, с детьми, да, я согласен. И умение выступать публично, вот мы всё, мы этим занимаемся с детьми. Импровизации, развиваю фантазию, воображение у детей. Да, мне это очень нравится, потому что дети так искренни. Если им что-то не нравится, то им не нравится. А если нравится, то вообще прям захлёб, дайте, 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 дайте. Я всегда так выстраиваю занятия, чтобы мы немножечко с ними сначала поучимся, а потом, конечно, это всё в игровой форме, иначе с детьми это не может быть. И в конце всегда игры, и они потом меня всегда обнимают. Давайте ещё, давайте ещё, ещё, ещё. Ну, конечно, ты же можешь сразу и страуса представить, и бегемота. И кузнечика. Слушай, а мультфильмы? Да, у меня с прошлого сезона я закончил украинскую школу здесь. И по всем этим событиям в Украине, я так понимаю, не могут озвучивать мультфильмы. И на нашей студии здесь популярная СДА, и пригласили меня озвучивать на украинский язык мультфильмы. И да, я занимаюсь... Тебе пригодилась украинская школа, да? Да, да, да. Вспомнил язык я. В 12-м году закончил школу, как-то особо не было нужды в использовании языка, а сейчас вот это всё вернулось. И какие там мультфильмы? Разные, иностранные в основном мультики. Там про паровозик, про разных детей интересных. А, познавательные тоже мультики. Там есть... Учат детей рисовать по скетчам. Вот тоже я перевожу на украинский язык. Кстати, это на YouTube-канале можно найти этот... Да, этот канал в YouTube, где можно посмотреть мою озвучку. Это называется «Сонечник ТБ». Для украинских деток различные мультфильмы. Ну, ты молодец. А открой нам, приоткрой нам секрет. Какой у тебя любимый мультфильм? В детстве был и сейчас. Только не говори, что сейчас ты... Айболит. Айболит. Нет, нет. Это такой ожидаемый ответ. Да, или «Три поросёнка», два ожидаемых ответа. Да, вот только это, да, и больше ничего. Надо вспомнить. Знаете, у меня же сестре 15 лет, и у меня такие были этапами. Своё детство как-то я не помню, но в её детстве мы вместе смотрели «Смешариков». Очень меня вдохновлял этот мультик, потому что там всегда были такие трогательные песни, всегда в конце мультика какое-то поучение есть. Полезные мультики такие, да? Да, да, да. А сейчас... Ой, ну вообще я очень трогательный человек, ладно, я смотрел не так давно... Как же он называется? Полнометражный мультфильм «Коко», что ли? Да, да, да. Ой, такой трогательный. Про девочку, да. Я там прорудался вообще, да, да, да. Мексиканские там все. Да, да. Хороший, хороший мультфильм. Да, и там тоже такое поучение, что в семье надо быть сплочёнными, нужно уважать старшие поколения, да, о связях семейных. Вот обратите внимание, у кого есть, опять же, дети, внуки, кто пропустил этот мультик, обязательно посмотрите его. «Тайная жизнь Коко», вот он называется, по-моему, да? Да, про девочку, которая путешествует в поисках своих родных. Очень яркий, красивый, очень-очень добрый. И канал для украинских детей, как называется? Тайная жизнь Кокофья называется «Сонечник ТБ». «Сонечник ТВ». По-украински «ТБ», «Телебачение». «Сонечник ТБ». Да, ну мы поставим тоже ссылочку, что там есть. Да, там есть возможность бесплатно посмотреть с детям, да. Никит, ну ещё какую-то песню ты хотел нам подарить. Нашим радиослушателям. Да, я сейчас попробую справиться здесь с техникой. Песня называется «Три года ты мне снилась». Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, С тихим утром, майским садом, с гибкою рябиною. С вишнею, черёмухой, даль мою туманную, Самую далёкую, самую желанную. Как это всё случилось, В какие вечера. Три года ты мне снилась, А встретилась вчера. Не знаю больше сна я, Мечту свою храню. Тебя, моя родная, Ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо С первою красавицей, Что своим весёлым взглядом К сердцу прикасается, Что походкой лёгкою Подошла нежданная, Самая далёкая, Самая желанная. Как это всё случилось, В какие вечера. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Три года ты мне снилась, А встретилась вчера. Не знаю больше сна я Мечту свою храню Тебя, моя родная Ни с кем я не сравню Тебя, моя родная Ни с кем я не сравню Спасибо тебе огромное Получился мини-концерт Такой у нас сегодня Спасибо вам И очень здорово И просто мы надеемся, что все с хорошим настроением Сегодня проведут день, несмотря ни на что Вот давай Программа подошла к концу Может быть последний такой вопрос Мир сегодня очень тревожный Все расколоты и вообще неизвестно, что завтра Тебе переживают Какие-то твои личные рецепты Давай обобщим Вот ты между строк очень много сказал сегодня Что ты делаешь для того, чтобы не скатиться в апатии, в депрессии Что ты посоветуешь? Я не зря выбрала эти песни, потому что они любви И мне кажется, это то, что нас сейчас всех держит на плаву Любовь, семья Какие-то наши общие Такие базовые вещи Они всем нам помогают жить дальше Вот поэтому я всех призываю не унывать Проснитесь утра Чувствуете у вас плохое настроение Включите какую-нибудь любимую песню Послушайте, пусть она вас вдохновит Посмотрите как-то на родных с другой стороны Поздоровайтесь Подарите им, я не знаю, завтрак И как-то удивите Какие-то такие маленькие мелочи Которые сейчас, мне кажется, вот именно аккумулируют эту положительную энергию И помогают нам всем справиться с этим таким тревожными ощущениями этого мира Спасибо тебе большое Вы сейчас послушали, что сказала Никита? Возьмите телефон И сделайте звонок Позвоните маме Позвоните жене Позвоните своему ребенку Скажите пару добрых слов Другу, может быть, которого уже несколько дней не слышали Просто что-то такое Пускай это будет, скажем, такой наш импульс от нашей программы Какое-то умиротворение, может быть, всеобщее И мы сейчас точно это сделаем И еще один вариант, еще один номер Который мы всю программу повторяем И будем всегда повторять 9-3-0-6-3-8-4 Это звонок Дело в который мы просто посылаем свою помощь, энергию, свою любовь Двухлетнему малышу Всю неделю Спасибо вам большое За то, что вы были с нами Спасибо, Никита, тебе за то, что ты Большое спасибо Нас поддерживаешь Это была программа «Зеленая лампа», которая подготовлена в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen Мы подчеркиваем, что все средства, которые вы перечисляете в помощь деткам, которым мы помогаем Они идут напрямую на оплату лечения Никакие проценты отчисления благотворительный фонд BeOpen не удерживает Банковские реквизиты можно найти на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» Спасибо всем, кто может откликнуться Маленький, двухлетний Давид и его юная совсем мама Которая в отчаянии сейчас, чтобы у нее окончательно не опустились руки Мы можем ее поддержать, дать малышу шанс Программу ввели Ольга Авдеевич, Рита Трошкина И помогал нам актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Никита Осип Спасибо вам большое Слушайте радио Болтком